здравствуйте дорогие друзья извините что не так часто стали появляться видео дело в том что по моей основной работе сейчас не простой период я вынужден завершить определенный объем работы только после этого я смогу чуточку больше внимания уделять вам всем есть и вещи которые несмотря на что должен сделать я их делаю все люди взрослые надеюсь вы это понимаете по поводу того что сейчас будет происходить есть некоторые сомнения правильно или выбрал помазок но выбора у меня тоже нет потому что его дал корен и его нужно скоро отдавать поэтому нравится не нравится брейсяка моя красавица я сегодня обещал что будет сбивать в ладошки поэтому на крупный план посмотрите что у на сегодня будет а я тут пока подготовлю все пошли сегодня мы начинаем ребята серию слантов первому у нас пойдет 102 голова которую на официальном сайте называется шейф крафт слант вместе с ручкой bulldog выглядит все это вот так обратите внимание сбоку какая необычная конфигурация головы на следующий обзор пойдет шейф крафт x3 слант хэд чтобы поубивать сразу всех зайцев я хочу вначале попробовать одну сторону на зеленой астрии другую на физере вот то чтобы вы хотите сделать что-то Гулит лезвий ровный, я бы не сказал что у нас здесь винтом идет, за счет самой конфигурации головы здесь смещена симметрия вертикаль, вернее горизонталь по отношению к самой ручке, а винта обратная как-то не наблюдая. Из мыла у нас будет сегодня крайний экземпляр от компании Файн, мыло с лавандой Пур Хом, да здесь тот же самый дядька, запах, там не только лаванда, что-то еще есть вкусненько, надеюсь что во время бритья будет тоже самое. По мазкам у нас сегодня будет работать вот такой красавец от компании Разррак, который называется Italian Barbar, трехцветный, благодаря Карену, если станки и прочее прочее нам предоставил Александр, то вот этот помазок на погонять дал мне Карен, посмотрим как он в действии, смотрится синтетика конечно же замечательно, великолепно и ручка такая, знаете прям уверенный хват обеспечивает, впервые вижу помазок вот с такой ручкой, держу в руках, но впечатление конечно первично замечательное, посмотрим как он покажет себя в работе. На завершающей стадии у нас сегодня будет опять Мондиаль, который нам любезно предоставил Gift and Care Момэн, сегодня у нас будет лайм и лаванда, пробничек вот такой на 3 миллилитра от компании Мондиаль. Какой красавец, весь углазался, ничего страшного бывает, мыло твердое, я его специально не замачивал, просто намочу, как-то раз у меня такой номер пролез, надеюсь пролезет снова, и сейчас как стиком им натремся. По поводу выбора, ой ребята пахнет блин, это бомба, это просто бомба. Лаванда, да она тоже обозначена, но как таковой знаете, вот лавандовый шлейф такой не идет, здесь совершенно иные запахи и они, какие же они хорошие. Ну так вот, сбивать ладони с синтетикой, не знаю насколько это правильно, потому что она мягковата, по-хорошему нужно было бы или Биг Блотика моего взять или Вулфикса 404, Пилсон хорошо бы подошел, про Зенит я вообще не говорю, про Манчжурца, там было бы просто песня, но имеем то, что имеем, намочили, впитываемость хорошая и в руке сидит прям вообще замечательно, да, пока все подтверждает от синтетики, давайте наберем, загрузим помазок, пенообразование пока пошло нормально, наша задача, как я ее понимаю, твердое мыло сбивается в ладони с одной единственной целью, чтобы достичь определенной консистенции, то есть определенной стадии этого мыла, почему именно в ладони, ребят я не знаю, мне кажется, что тут, я догадываться могу, это все-таки какой-то аналог человеческой кожи на лице или еще чего-то, в скатле там уже несколько иное, за счет того, что в ладони, все-таки ладонь-то у вас полное, мне кажется, этот процесс просто упрощается, по идее, мы сейчас выгоняем всю влагу, доводим до определенной концентрации, естественно, с одной, с ладошкой, с пиной ладошки мы бриться, вот так вот не будем, у нас основную роль должен сыграть помазок, вот смотрите, пока что у нас получается, пена вышла на ту сторону, здесь уже безе, безе и даже не сливки, да, ну смотрите, по-моему, эксперимент удался, да, смотрите, как хорошо стоит, ярко выраженно стоит, да дай бог, чтобы у нас у всех, вот так всегда, пена стояла, прелесть, ребят, мне нравится, вот она, смотрите, прям лялечка, не, я это отдавать не буду, все сюда, лямур дужур и все бажур, ну прямо абажур, полный абажур, чешется, да, сволочь, это слава, ребят, посмотрите, пеновое этого мыло, скатла у нас не было, чаши у нас не было, на лице прямо не взбивали, по факту у нас получается, вот смотрите, вся ладонь загружена, мы перенесли все на лицо, плюс полностью забитый помазок, ну то есть, ну да, можно и так, значит работать, я не буду прерываться, это мне там звонят, да и хрен с ним, так, ну что ж, у нас косорез и первая зеленая астра стоит, пошли, посмотрим, что это будет, снимает бархатно есть легкое ощущение, что быстро забивается, но опять же не забывайте, что у нас тут густота неимоверная, ну и плюс еще я подзарос маленько ну знаете, я бы и не менял ничего, бархатное бритье просто бархат вот по той степени, что сняло, это не 41 голова, это знаете, чуть-чуть, чуть-чуть поменьше сняло, чем допустим я был бы на 89 голове, да, ну естественно с этим с 37 тоже не сравнить, 37 получше мне кажется снимал, хотя лезвие тоже играет свою роль, пойдем по той стороне на физере и посмотрим как он работает, так у нас второй проход ребят помазок 12 или 14 баксов, ни о чем, вообще ни о чем я вот сейчас вот бреюсь и я не понимаю как вот это можно купить за эти деньги это пока у меня в голове не укладывается ну для примера это по-моему под сороком не где-то, куда-то туда ну пока впечатляет ну сейчас вот проходя здесь чувствую дискомфорт из-за размеров головы, то есть как я привык не проходит, вынужден комбинировать мыло укрывистость великолепная станок как по накатанной идет что касается воздействия на кожу, тут все на месте, все приемно парни судя по тому как сработало это лезвие, особого смысла в переходе на физер не вижу не знаю что я получу если перейду на это лезвие но тем не менее раз уж мы с вами его номинировали и приготовили, давайте все-таки попробуем и сравним что у нас всего этого может получиться ну вот с этой стороны уже понимание какое-то, есть вопросы тут наверно подзагустело чуть-чуть отсвежи по мотку не пойду, смысла не вижу похоже что был смысл да ребят смысл был еще какой парни разница есть, разница есть и она настолько очевидна что не заметить ее просто невозможно хорошо снял как видите помазок отрабатывает, пена в нем никуда не делась слегка зацепил родинку а пляха-муха и второй раз да подтверждается неудобно проходить мне вот это место, мне кажется голова слишком великовата помазок ребята я его хочу это что-то это что за ну вот и все, голова на месте если не считать срезанной родинки и сейчас я быстренько все это уберу извинил изменил своим привычкам ребят и вместо горячего холодный компресс сделал потому что родинки все-таки досталось по-взрослому вначале использовал камешек за которые ну не все лестно отзываются кому-то там запах кому-то там еще что-то примеси там у кого-то свои тараканы ребят я не против каждый имеет право на свое мнение я знаю одно он стоит не таких больших денег 170 рублей он в прямом доступе и если у вас нет возможности где-то что-то заказать вы спокойно можете пойти взять и пользоваться им мне он помогает вот видите вот все остановился сделал если у кого-то слишком такой сильный фактор восприятия каких-то вот запахов которых я здесь вообще не наблюдает ну не пахнет ну каждый решает сам короче не суть не суть да досталось по станку определенное мнение уже сложилось и скажем так удивлен удивлен настолько удивлен что даже в конце вам не показал сколько в помазке осталось ну самое главное что не забыл сейчас мы это дело исправим вот она наша красотулечка итальянская italian barber вот ребят смотрите это это ребят я считаю что здесь есть два повода порадоваться первый повод это охренительному мылу который все таки можно приобрести и который называется файн а второе это вот этому вот маленькому чуду от компании разорак который тоже можно приобрести и которая в принципе то блин ну таких смешных денег мне это просто вот я сам себе это не могу объяснить почему столько почему так ну если бы это стоило каких-то других денег ну возможно я к нему и относился бы как-то так ух а так я у меня двойственное чувство ладно давайте к этому вернемся потому что сейчас остапа понесет лучше это все уже на заключительное слово оставим а сейчас у нас мандиаль 1908 год но билис но билис но билис но билис слаймом и лавандой вот сейчас мы это дело и попробуем здесь 3 миллилитра живой воды от команды мандиаль набрали 10 миллилитров 10 ну льется прям как из этого из раненого бизона давай подруга ух ты не ничего не выпало и не дымится так дерет ребята ну конечно же сам дурканул 3 миллилитра но это мавитон то есть ну нельзя столько но другой стороны прекрасно понимаю что в такой упаковке ну оставлю я там а куда его потом все это выкид это уже никуда лайм есть лайм настолько мощный что он зашибает лаванду там никакой лаванды я сейчас не ощущаю может быть потом послевкусим сейчас сейчас такое ощущение что у меня перед глазами лайм из ушей лаймовые листочки сажал лаймовую косточку и сам уже дерево лайма вот настолько всепоглощающий вот этот запах но вот если абстрагироваться от того что у меня сейчас на лице происходит о смотрите аж полетела странно что вот так он себя повел обычно должно успокаивать а мы его полечим ребят запах очень интересный ярко выраженный цитрус что будет с пленкой и прочее прочее посмотрим через несколько минут алкогольный дрочевый прям аж не могу если вдруг вы побреетесь каким-то таким образом что эпидермис себе поддираете вот типа как я сейчас продерет да по самых печеных аж да не могу то есть вообще серьезная штука серьезная вот не пойму камень успокоил камень закрыл ранку а вот сейчас после того как автошейвом прошел она открылась это пуркуа он наоборот вроде как должен все это успокаивать не понимаю ладно с этим потом разберемся веселый цитрусовый запах не столько лайма сколько самой цедры но цедры без фанатизма а легкая такая легкая шлейфом как озорная девчонка 18-летняя с апельсином в руках пробежала ну или с лаймом или еще с чем-то вот именно цедрой не мякоть а вот цедра интересный такой вот с терпинкой вот терпкость от слова терпкость и чуть-чуть горчинки но прям никакой лаванды забудьте лайм все перебивает все лайм лайм это царство лайма запах интересный но вот это мимо насторожило не пойму почему так работает вот из-за этой билиберды я бы ему поставил 4 для того чтобы продрать самого себя любимого допеченок каким-то хорошим одеколоном или автошейвом мне не обязательно что-то заказывать в испании я это могу и здесь найти он хорош когда продирает запах тоже интересный но не пойму почему он сделал это то есть закрывшуюся ранку он открыл ребята если есть какие-то соображения на этот счет напишите в комментариях вот за это я ему наверное балл бы все-таки снизил и поставил бы четверку хотя по всем остальным статьям он вышел вышел и великолепен ну прям приятный запах такой летний что касается мыла ребят ну станок вкусный оставим на потом ребят мыло покорило мыло покорило всем если допустим своей фактурой своей способностью удобрять ублажать умягчать питать кожу не удивило потому что это уже шестое из той серии которую нам прислал файн способностью вот обвораживать и делать бороду Деда Мороза тоже не удивило потому что мы к вами с вами уже как-то к этому привыкли что да файн на это способно да оно может и оно это делает удивило еще двумя вещами во первых запах запах неожиданно кошерный прям вот знаете я вот я знаю как пахнет лаванда но здесь какой-то другой запах запах чарует просто запах вот он великолепен он великолепен да какие-то ноты лаванды есть но она не одинока здесь есть что-то еще плюс как у нас кошерно на руке на ладошке то получилось оно прям как прыгнуло в ладошку и как айда там расти там прям прям зачет однозначно зачет пенообразование 5 структура пены 5 скольжение станка 5 как питает кожу 5 по если допустим подходить с той стороны что экономность там вот насколько хватит ребят ну сколько мы с вами по помазку водили мы даже картинку не замазали вот посмотрите сами ну то есть я думаю я не думаю я уверен вам этого куска на очень долго хватит ну прям надолго с мылом разобрались мыло зачетное помазок карен огромное тебе спасибо за то что подогнал на обзор такую великолепную штуку я тебе бесконечно признателен потому что лично для меня мир помазков стал чуточку больше чуточку шире и мне очень приятно что он расширился не просто так не каким-то отрицательным моментом а вот таким ярким восклицательным итальянским триколором то есть вот просто вот ребята помазок поразил впервые он меня поразил когда я увидел на сайте ну то есть вот разрак как-то они молодцы они как-то вот умеют так синтетику делать что знаете вот кончики там косят типа там под барсука здесь вот но здесь не белая какая-то а знаете вот она как как желта то есть вот какой-то такой внутренний с внутренним огнем свет и плюс вот эти кончики ну понятно что это не барсук ну конечно это не барсул ну ребят ну смотрится великолепно а еще плюс вот эту вот расцветку придумали ну просто молодцы но на этом не останавливаются посмотрите какая ручка здесь железнодорожный хват то есть вот у вас отсюда ее вырвать ну практически нереально она знаете вот как вот эргономика как вот у вас пальцы вот вытащи а у вас пальцы так и остаются здесь полностью все вписано плюс еще вот эта вот сторона есть которая вернее часть она будет работать у вас как рычагом работать этим помазком чрезвычайно удобно рука не напрягается рука он повторяет все естественные движения вашей руки то есть вот у вас как все идет он идет то есть он работает как естественное продолжение вашей кисти то есть вот эта вот рамочка все он держит все у него хорошо все нормально и он живет той жизнью которая ему предназначена то есть по лицу он расписывает вот это вот от и до и что у него в кисти то а что у него узле ребят я не могу сказать что у него есть хребет нет нет такого ярко выраженного допустим так нет такого ярко выраженного допустим как вот у милле в дорожной помазки нет такого нет и нет у него такого точечного допустим как вот в эпсилон чтобы посередине стержень был тоже нет но мне кажется здесь нет необходимости в этом хребте потому что это не тряпка это не что-то вот такое здесь сама вот эта структура сам по себе узел он как один большой хребтенок вот он не будет вас массировать но он работает и массирует он за счет вот в расплющенного состояния когда вы работаете вот этим он и работает он здесь какой-то вакуум создает и вот это вот все как гнать вот как причпок причмок что-то такое вот идет и все это вам трет все это растирают удивлен а посмотрите как он аккумулирует не только воду но и пену ребята и это все за 12 баксов или за 14 парни бросайте нахрен все идите покупайте вещь я сам себе такой хочу однозначно бомба однозначно вот бабки не ходи я поражен удивлен поражен прям покорен вещь вещь просто вещь станок поражен удивлен но для меня не выстрелила объясню почему если допустим на зеленой астре я получил бархатное бритье и какую-то относительную безопасность там если порезался то в принципе так чуть-чуть слегка и ничего страшного то нет то это безопасность и пролетела и простыла и улетела и растаяла как дымка как только я поставил физер что я получил взамен бархатистость ушла но появилось какое-то более информативное такое шелестивное шелестом бритье и той чистоты на которую я рассчитывал я не получил ребят не получил нет да несомненно неплохо побрился неплохо и со стороны это в принципе это проканает но знаете вот внутреннего такого на и как внутрь и щелкнул лампочка загорелась или ёкнула или что-то выстрелила или еще ничего не выстрелила в голове просто вот знаете как вот мотылек в ночи как вот как цикада завтрекатала что-то вот такое появляется твоего твою мысли никаких нет совершенно не пойми за там форма внешнее содержание запах не пойми что ну цикада уже пролетела светлячок уже маякнул и ты чувствуешь что тебя к этому тянет она идет к тебе и вы вместе уже что-то там это ваше ну любовь не любовь ну я не знаю каштанка нашла своего хозяина здесь не нашла плюс к тому что ну не очень мне понравилось как я пробрелся хотя объективно докопаться не до чего объективно все нормально все хорошо то есть побрился великолепно но вот все равно начиная от того что вот он мне вот это устроил хотя от него конечно не на это мой мой косяк я знал что поставил и не надо было наглеть в конце концов это лишь поставила точку потому что первично из подвале что-то было такое что он для меня неудобен ну маленькие для него ему нужна какая-то будка пошире там где он может разгуляться вот здесь вот я обратил внимание хоть и поробрил но мне пришлось приложить усилия не так легко и хорошо как допустим вот предыдущие плиты со 101 он ко мне заходил то есть если тот даже не стучать он гость к другом карифан дверь на распашку он раз пробежал и убежал и все его и нет тут все а здесь он тук 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 можно а как бы мне к вам и вот так вот и бочком там и вот ему не лезет ну давай я вот так пролезу и вот так вот он мне здесь вот и побрил ну не то а вот здесь но здесь вот так не идет я вынужден его или ниже спускать или вверх поднимать или наоборот ставить под углом и идти под углом ну не мой размер ребят возможно для кого-то с более большими габаритами он и зайдет но честно скажу не мое ну не естественно его не сравнить ни с 37 не с файном то есть они как бы разного поля ягоды даже так вот если взять вот файн визуально получается где-то на 7 миллиметров у него шляп то вот это поменьше будет а если возьмем тот же самый 37 37 где-то миллиметра на 3-4 у него шляпка поменьше то есть вот это вот 3-4 миллиметра в реальности в поле в жизни вот на своей шкуре то они ощущаются ощущаются очень серьезно несомненно станок для кого-то может быть хорош но не для меня увы ах вот как-то так хотя побрил конечно неплохо вот пожалуй что и все на этом разрешите с вами попрощаться к сожалению у меня еще 45 дней будет монтажа поэтому не знаю что будет смогу за это время что-то сделать не смогу буду стараться конечно же но вам вам в любом случае добра счастья радости и пускай господь делает для вас исключение время от времени приносит дом какие-то подарки такие чтобы просто вы это увидели то что вы это увидели и оно в душе и оно приятно и оно вас радует и день чуточку становится светлее у вас поднимается настроение ну и мир станет краше пока пока с вами был я вадим до новых встреч